Куда направь он скорее? Как его найти? А как принять направление? Сейчас у нас село летит вниз. Куда направь он скорее? К революсу. Будем считать, что оно маленькое. Небольшая высота. Мы считали в том приближении, что сила к революсу может быть очень большая. Поэтому надо её какой-то вклад в общую скоррюцию. Будем считать, что она такая маленькая навесочка? Чуть-чуть сместится тело. Куда будет смещаться. Почему? Потому что восточное смещение только? Нет, но здесь, если вот именно конкретно на этой точке, у нас здесь потом сделаются и восточные, и группировки. Может, насчёт восточного больше понятно? Как определить, что оно будет на восток смещаться? Если оно будет смещаться на восток, значит, у тебя есть два вектора. Опять же, скорость V0, которая направлена сюда, и углевая скорость сюда. И вот через это векторное произведение будет определяться направление, да? Да, здесь направление будет в сторону от самой короткой расстоянии. Будет направлено? Ну вот так. Ну вот, то есть вектор скорости сюда и Омега вверх. Соответственно, вот от скорости до Омеги будет лучше. Ускорение будет намного лучше. То есть у тебя будет восточное. Будет восточное. Да. У тебя Y лежит в этой самой региональной плоскости, да? Поэтому она с радиус вектором совпадает, и это перпендикулярно. То есть там прямо дорисуем. Вдоль из X будет A. Ускорение будет по величине меняться, да? Да. Потому что скорость будет меняться. Да, абсолютно да. Поэтому тут надо, когда интегрироваться, надо будет учитывать зависимость этого ускорения от времени. Мы его не знаем, да? Это вот ты сейчас этим занимался как-то. Время и все ускорения. Нет. У нас же время. Время и все ускорения. А теперь, да. Теперь вверх. Вверх, когда скорость будет направлен. Если мы скорость до поменяем, скорость у нас вверх, у нас вверх и все ускорения нет. И ничего не устраняется. Вверх и все смещается в одну сторону, вниз в другую, да? И упадет по следующему. То есть она, когда лица сюда, получается в обратную сторону, то есть смещение можно будет... Ну, я сейчас просто начну. Так, у тебя просто улетел вверх. А потом вверх, допустим, улетел, он сместился сюда. А когда он улетел вниз, улетел вверх. Но у нас вот смещается... У нас вот сюда вверх. Улетел вверх. Улетел вверх. Я первый. Улетел вверх. Независимо от управления скорости. А то еще, в школе такое говорили, да? Наверное, поговорили, знали. Правый берег всегда крутой улетел. Улетел вверх. Ну, вот мы хотели в конце... А ты это знаешь, да? Ну да, хотели про принятение рассказать. Вообще, как вот... В жизни как вот это все... Где он с ними стал, в смысле? Как бы тот хотели привести в конце. Почему он правый берег? Ну да. Как? Должен попробовать объяснить, и он поможет, да? Ну, почему? Улетел вверх. 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 Почему вот эту формулу, то есть вот это еще раз выражение декорируем со временем, получаем радиус вверх, который нам нужно еще-нибудь. Я сразу разрешу тогда. И там как раз сейчас, за счет того... А, там же декор, да? И там еще раз. Ты пока анализировать такое угрожение невозможно, поэтому начальник скорости. Да, она равна нулю. Вот это, вот это, вот это, и всё. Всё у нас получится. Может, проще стереть там всё, что происходит? Можно. Тогда будет как-то. Вот так мы собираем, вот так мы собираем. Вот так мы собираем. Лучше вот. Хорошо. Да, если получится, то что-то же подтверждение будет равное. Пять, пять, два. Пять, два. Пять, два. Пять, два. Пять. Пять, три. Пять, два. Пять, три. Пять, четыре. Это для смещения ворота. Теперь нам надо это смещение, процентки жерновой оси Х или СЗ. Вот относительно вот этого оси Х, у нас будет восточное смещение, как мы уже показали. Когда тело падает. Да, когда тело падает. А когда тело поднимается, оно уже в каком случае? В резинтанте. В западном случае. Возвращение. Это когда он поднимается. Как вы рисовали? Пробуем через веку на это сделать. То есть пока вопрос остается открытым. Вот это вот, то есть, то, что у нас получилось выражение на смещение, оно сейчас проецируется на оси Х. Почему? Вот проецируется на оси Х, оно у нас проектовается равно вот так, но все восточное смещение. Если поставить цифру, про которую мы говорим, там 2000 метров в секунду, это примерно на сколько смещение? А вот на мугу какой-то, то есть нам открытся эта связь отсюда или с экватором? Там в зависимости от шватора. А вы откуда-то приезжали? Для чего считаете? Мы с экватором. Я просто подрисую, безобразил на того, чтобы вот эту шураву показать, как связывать. С экватором? Когда раз с экватором, если учитель есть то, что у вас проще смещение, нет. То есть мы проецируем туда, то есть смещение будет 3,3, то есть мега, мы проецируем туда на оси, по A и Z у нас как раз как раз это переводится, потому что она считается ну, маленькими незначительными, как бы ее не учитываем, выражаем время, там у нас получается корень, а так как у нас там есть кублические степени, поставим туда, то есть T умножить на T квадрат, T квадрат корень у нас убирается. Ну и ваш снаряд из этой кружки на сколько смещается? Ну вот, из-за моего неверного предположения, то у нас получилось где-то 4,2 метра. Ну а так, соответственно, если сверху, то даром меньше. Ну так это прекрасно. На шкаладе ракеты там в пределах примерно 100 метров. То считается нормальным. А у нас 4 метра это почти в класс. Давай теперь про применение, да? Ну да. Мы вообще поняли, что такое силы Криолиса, изучили, как они выводятся. Ну а я расскажу как бы о том, где встречаются эти силы в природе. Действительно, силы Криолиса окружают нас повсюду. Например, рельсы. Ну, когда едут вагонные составы, рельсы, если бы они были, ну, как бы, хорошо изготовлены. Правый рельс, если состав, ну, двигался бы в северном, в направлении северного полушария, он изнашивался бы намного быстрее, чем левый. И также, например, наоборот было бы, если бы мы двигались в южном направлении. Соответственно, что касается того понятия, как бы, какой берег круче. Когда говорят о силах Криолиса, очень часто приводят этот пример, что, ну, в северном полушарии сила Криолиса направлена вправо от движения, в южном наоборот. Поэтому правый берега рек более крутые. Их подмывает вода под действием этой силы, ну, сила Криолиса. Также очень яркий пример вода в водостоке. Когда, например, включаем кран, и в раковине, ну, как бы, уходит вода. Вот сила Криолиса является, определяет направление закручивания воды, например, при сливе в раковине. Однако идеальные условия, ну, этого труднодостижимы, так как всегда будет какая-нибудь струя внутреннего течения, которая будет, ну, мешать этим силам. И, как правило, ну, вот это подводное течение, оно всегда более сильное, чем эти силы Криолиса. И в основном сток воды зависит от устройства труб, ну, от устройства водопровода, в отличие, ну, например, от этих сил. Поэтому феномен обратного закручивания воды при стоке является, скорее, около научной шуткой. Но это все, как правило, бытовое применение вот этих сил Криолиса. Также, например, танцор, когда двигается, если он начинает руки расставлять в стороны, то его движение и закручивание становится более быстрым. И если он резко руки, ну, например, там на поясе или еще куда-то, то, как бы, будет казаться, что он очень сильно ускоряется. И это, как бы, благодаря силам Криолиса. Ну, это что-то вы думаете? Нет. Это правда. Это у тебя момент инерции просто уменьшается, и за счет закона момента импульса, да. Скорость. Здесь было написано, да. Так. Солк кашлёр, да? Да. Сейчас покажу. Да. Так же... Да. Что касается, например, ну, вот это волчок, игрушка, да, тоже всем известная из детства. А также здесь явно применение этих сил Криолиса. Но нас интересует более, как бы, другое применение. Долгое время, как бы, люди не знали, как вот применить эти сил Криолиса к судовождению, самолёта, строению. Вообще, лётчик раньше вёл самолёт вслепую. Что это значило? Ну, например, светило, там, не светили. Потом, как бы, нужна линия север-юг. Это, как называется ещё, полуденная линия. И... Раньше пользовались компасом. Но дело в том, что помехи атмосферы, помехи воздуха, они, конечно, были. И поэтому стрелка, она не, ну, как бы, не всегда была направлена на север. И полёты, ну, как бы, при отсутствии видимости земной поверхности, они совершались практически вслепую. Ну, а первопроходцами в этой области были Захаров на своём воздушном шаре, который впервые, действительно, в 1804 году применял вот этот компас. И после него на корабле, ой, на самолёте Илья Муромец, Колонг и Можайский, ну, как бы, совместно они взаимодействовали. Взаимодействовали сначала Можайский, крупнейшей, большую помощь, да, Можайскому оказал крупнейший специалист компасного дела Колонг. На Илье Муромце они его снабдили маятниковыми креномерами и магнитными компасами. Один компас был для лётчика, а другой компас для штурмана. И опыт использования вот этого магнитного компаса на самолёте Илья Муромец явился началом развития самолёта вождения по приборам. Ну, это, как бы, вот были азы первые, ну, возможно, действительно, они подвигли дальше к появлению гироскопических тахометров. Одним из первых гироскопических приборов, использовавшихся в авиации, был прибор, который указывал повороты самолёта вокруг вертикали. Или, как говорят, ещё в азинуте. Соответственно, устанавливая описанный тахометр на самолёте, получает возможность измерять угловые скорости. И это был новый прибор, который также основан на действиях вот этих сил. А тут всё-таки петь не читает? Нет, не читает. Так, ну, и, как бы, подводя итог, на современном этапе сила кориолиза действительно, ну, вообще, сама теория изучения этих сил нашла разнообразное применение. Не только в навигации морских и воздушных судов, но и в практической жизни. Например, ну, вот, видите, появление гироскопа, сейчас они довольно дешёвые стали, не так, как это было раньше. И появление гироскопа в новом смартфоне, вот эти вот Apple iPhone, открывает новые возможности в 3D-играх, когда, ну, как бы, человеку позволяет ориентироваться. Поднимая его вверх, мы можем увидеть землю, вниз можно увидеть небо. Что нам доказывает, вот, раз, или показывает, например, эти силы. Несмотря на то, что всё, что рассказывать, было непонятно, очень интересно. Спасибо вам большое. Я хочу только рассказать про...